События. Нашадр.Инфо. Данных уголков природы в направлении изгибов рек и глади озер. Эти проникновенные строки манифеста одного из спортивных рыболовных клубов заставляют задуматься о тех самых, по данным статистики, 15% соотечественников, увлеченных рыбалкой, как о носителях некой философии. Философии азарта, философии увлечения и постоянства. Традиционный турнир «Хищник» нынешнего года, прошедший в окрестностях Шахматова, безоговорочно все это подтвердил. На месте проведения вырос даже не лагерь, а настоящий фестивальный город с рыбаками, их семьями, палатками, автомобилями, кухней, развлечениями, общим предвкушением интриги рыбацкого состязания и, конечно же, съемочной группой телеканала «Шадр.Инфо». Причудливый изгиб из сети близ села Шахматово. Рыболовный турнир «Хищник-2014». Серьезное событие для мастеров спиннинга и настоящий информационный повод для телеканала «Шадр.Инфо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова У строителей, само собой, знают в этом деле настоящий толк, а значит и к организации с каждым годом подходят с возрастающей энергией. Касается это и призов, которые, с учетом всей любви к процессу, все-таки ощутимо стимулируют, становясь все более ценными. Ну, стоимость лодки от 10 до 15 тысяч была. Но сейчас, в данный момент, у нас приз 26 тысяч стоит. Лодочный мотор. А вообще номинаций было много. Среди них за самую большую, за самую маленькую рыбу и, кстати, приз женщине-рыбаку, поскольку они давно и крепко держат спиннинг. А стало быть, и в соревнованиях поучаствовать не грех. Муж пристрастил, в детстве рыбачил иногда. С папой, с родителями ходили на рыбалку. Маленькие же женщины, как нарекла девочек известная американская писательница, также с первым сигналом судей приступили к ловле. Мне 9 лет. И давно ты рыбачишь? Ну, в том году тоже ездила на этот конкурс. Получалось у тебя поймать что-нибудь? Нет, еще. Ну, нет. А с папой вместе ловили? Да. Вот таких вот рыбок. Каких именно? Щук? Щук. Маленьких. Арина Будунова, дочь одного из организаторов, приобщена к обстоятельной рыбалке с самых малых лет. Еще будучи пятилетней девочкой, она давала интервью на турнире «Хищник» вашему покорному слуге, как корреспонденту Шадринского радио. В 2014-м уже значительно подросшая барышня с фотокамерой наперевес подтверждает, что с тех пор ее отношение к рыбной ловле, благодаря папе, ничуть не изменилось. Ну, доводилось ловить щуки, окунеем. Мы ездили в разные города, чтобы ловить рыб. С тех пор, с 2009 года, я каждый год езжу на это соревнование. В моей жизни папа играет очень важную роль. Важнейший, конечно же, если не главный элемент подготовки турнира – это выбор места. И здесь организаторы опираются на личный опыт. В этом году мы проехали три места больших. Вот, как бы, смотрели. Но здесь более так вот, более большая, огромная поляна. То есть травы немного здесь. Есть где погулять, есть где отдохнуть. То есть, ну, как бы нормально. Здесь мне нравится это место. То есть, я его знаю очень давно, здесь рыбу ловил. География участников соревнования довольно обширная. Но, по словам устроителей, первенствовали всегда местные. На турнире хищник побеждает местные. Местные. У нас Станислав Печенкин, он уже два года сподряд уже финалист турниров. Кто же мог знать, что в эту осень традиция нарушится? И рабочий из Донецка Сергей Переверзев, занятый на строительстве бассейна в санатории «Жемчужина» за Уралье, уверенно победит и заберет главный приз – лодочный мотор «Марлин». Надеялся. Без надежды нельзя никак. Надеялся, и она получилась. Однако же кульминация, по мнению многих, пришлась на момент, последовавший сразу за награждением победителей. В борьбе за дополнительный приз, где первым условием выступали три заброса каждого из участников, остальные состязательные пункты не понадобились, так как занявший второе место Игорь Оплетаев, используя третью попытку, поймал увесистую щуку под дружные аплодисменты не только болельщиков, но и соперников. Вы какую-то особую тактику используете? Как удается вам? Как все, как все. Никакие хитрости. Может, есть какой-то? Нет, нет, нет. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. И в атмосфере такое честное слово. Даже дилетанту мерещится сказка о рыбаке и рыбке, слышится обращение к самому объекту, мол, ловись, большая и маленькая. А вот уж рыбак-то рыбака видит здесь вовсе не издалека, а в самой, что ни на есть, близи. Что с чистотой раз в год, наверное, очень кстати. Субтитры создавал DimaTorzok